Всем привет! Совсем недавно на нашем канале выходил тест самых дорогих LED-ламп с цоколем P21W. И сегодня мы хотим сравнить самые дорогие лампы с бюджетными моделями и проверить, могут ли бюджетные лампы соревноваться с ними по световому потоку. На тесте у нас будут лампы стоимостью от 62 до 318 гривен, а именно 453 идеалы, которые как раз и стоят 318 гривен. Solar 237 модели за 255 гривен. Еще одни идеалы 490 модели всего за 244 гривны. Iskra у нас стоит 62 гривны за штуку, а соответственно 124 за пару. И Balaton стоит 62 гривны за пару. Первыми мы протестили 453 идеалы и эти лампы развивают достаточно неплохой световой поток 153 люмина. При этом потребляют 3,9 ватта. Эффективность у них такая себе 39 люмина ватт. Также мы не смогли измерить световую температуру. И часто это бывает связано с тем, что лампы нестабильно работают и мерцают. Но эти мерцания незаметны человеческому глазу и в любом случае при стоимости 318 гривен за пару световой поток 153 люмина может посоревноваться и с более дорогими моделями. С цветовой температурой 237 соларов оказалась такая же история. Наш прибор не смог ее зафиксировать. Также здесь достаточно низкая эффективность 31 люмина ватт. А при потребляемой мощности 2,1 ватта они развивают световой поток 65 люмин, что в любом случае больше, чем у ламп Остром. 490 идеалы интересны тем, что здесь встроена обманка. А соответственно при их установке бортовой компьютер не будет выбивать ошибку. Также эти лампы работают более стабильно, чем 453 модель. И поэтому мы смогли измерить световую температуру. Также нам понравилась эффективность 68 люмина ватт. И при 3 ваттах потребляемой мощности они развивают световой поток 210 люмин. Лампы искра имеют заявленную мощность 0,75 ватта. И эти данные подтвердились на нашем приборе, который зафиксировал 0,72 ватта. Какие-либо другие данные касаемо светового потока и эффективности зафиксированы не были. Так как эти лампы являются маломощными. И их световой поток находится в пределах ниже 50 люмин. И замыкает пятерку лампы болотон, которые при стоимости 62 гривны за пару демонстрируют световой поток 130 люмин, имеют потребляемую мощность 2,3 ватта и эффективность 55 люминоватт. При этом, наверное, стоит отметить очень компактные габариты лампы, так как, в принципе, она буквально на 2-3 миллиметра больше, чем сам цоколь лампы. Также большое количество светодиодов позволяет равномерно рассеивать свет по рефлектору. Итак, лидером этого теста стали лампы Идеал 490 модели, которые имеют хороший световой поток 210 люмин и достаточно гуманную цену, а также встроенную обманку. В общем, и по световому потоку, и по характеристикам эти лампы могут соревноваться с более дорогими моделями. Также мне понравились 453 Идеалы и болотон S25. Если говорить о лампах болотон, то они могут стать отличной бюджетной заменой лампам накаливания, при этом еще и с увеличением светового потока. 237-е Солары по яркости и эффективности можно сравнить с Остромом и Митсуми, но только нужно понимать, что Остром это все-таки брендовые лампы, а, соответственно, их качество выше. Но в качестве бюджетной альтернативы Солар LS237 вполне сойдут. И антилидером теста оказалась лампа Искра. Она настолько тусклая, что ее характеристики не поддаются каким-либо замерам. На этом, как обычно, все. Если видео было вам полезным и интересным, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok